МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Не все выпускники довольны результатами ЕНТ. В Центральном парке города отпраздновали День государственных символов. 30 земельных участков сегодня представили на аукционе в Караганде. В этом году впервые в Казахстане выпустились школьники с 12-летним обучением. Буквально вчера они сдавали единое национальное тестирование. Не набрав высоких баллов, все выпускники школы номер 27 решили подать на апелляцию. По словам детей и их родителей, подготовку к сдаче ЕНТ начали поздно. А что самое обидное, не учитывались параметры 12-летнего образования. В непростой ситуации попытались разобраться наши журналисты. Выпускники школы номер 27 города Караганды даже не ожидали, что сдача ЕНТ завершится большим спором. Ведь Министерство образования когда-то говорило о хороших возможностях для детей с 12-летним обучением в школах. Но, к сожалению, в самый решающий день для школьников все оказалось совсем по-другому. Мы поздно начали готовиться к ЕНТ. Всего 4 раза проводили пробный тест. Из них 3 раза было просто повтор. Еще при сдаче встречались вопросы, ответы на которые были не совсем понятны. Камарья Колобаева обучением своих детей и внуков занимается сама. В этом году со стенами родной школы попрощалась ее внучка. Правда, набрала всего 49 баллов. Нареканий руководству школы и преподавателям она не имеет, а лишь просит рассмотреть вопросы детей с 12-летним обучением. Готовиться к экзаменам дети начали только с февраля. Понятно, что времени у них было мало. Говорили же, что детям с 12-летним обучением будут помогать при подготовке. Они доверились и зря потеряли целый год. При сдаче единого национального тестирования не были учтены возможности детей, которые впервые окончили 12-летнее обучение, утверждают родители. Сейчас мы подаем на апелляцию и будем ждать ответа. Все, что мы хотим, это добиться справедливости. Мы не этого ожидали. Раз обещали, значит, надо было больше уделять внимание 12-летнему образованию. Теперь выпускникам остается ждать, насколько положительно решится их вопрос и будут ли учтены возможности детей при поступлении в ВУЗ. В Центральном парке города отпраздновали День государственных символов. Поздравления Акима области Нурмухамбета Абдебекова сопровождались песнями, танцами и зажигательным флэш-мобом. К ним присоединился и наш корреспондент Аим Амрина. Праздник самых главных символов нашей страны карагандинцы встретили, как всегда, весело и торжественно. В Центральном парке сотни горожан Акима области Нурмухамбета Абдебекова в этот день тоже в приподнятом расположении духа. Поздравив граждан, глава региона отметил, что эта дата особенно и нужно воспитывать молодое поколение в уважении к казахстанскому флагу, ербу и гимну. Государственные символы – это одна из незыблемых основ нашего государства, нашего суверенитета. Они выражают священный объединяющий образ независимости, почитание и уважительное отношение к ним – гражданский долг каждого казахстанца. В этот день центральная улица окрасилась в голубой цвет. Люди, пришедшие в парк, постарались на славу, оделись в одежду цвета казахстанского флага. Повсюду такие же шары. Я поздравляю Казахстан, весь Казахстан с этим днем. Желаю им всего самого наилучшего, здоровья, счастья, улыбок и много таких же ярких дней, как сегодня. В День государственных символов поздравить своих горожан пришла и ветеран Великой Отечественной войны Серафима Пономарева. Несмотря на преклонный возраст, женщина взошла на сцену с наподственной речью. Дорогая молодежь, вы патриоты будущей нашей Родины, вы наше молодое поколение. Патриотизм у нас будет считаться в том, что вы будете, где вы бы не были, на каких работах, на какой учебе. Вы должны быть патриотами нашей Родины, верными нашим традициям и быть верными нашей стране. Этот праздник в Центральном парке объединил все народы. Шквал позитивных эмоций зрителям подарили танцы и флешмоб. Сегодня такие мероприятия проходят повсеместно. Аймамлина Айдунжакан Арман Натая в Первый Карагандинский. 30 земельных участков сегодня представили на аукционе в Караганде. В разных районах шахтерской столицы предлагают построить частные дошкольные учреждения, гостиничные комплексы, жилые дома и спортивные площадки. Какие объекты местным бизнесменам понравились больше всего, смотрите в следующем сюжете. На аукционе по продаже участков сегодня немноголюдно, хотя на торги выставлена земля под самый прибыльный бизнес. Сегодня карагандинцам представили 30 объектов, но только 5 из них выкупили. Выставляется лот номер 7. На территории Саранского шоссе построят гостиничные комплексы, торговые центры и гаражи. Самая максимальная цена выкупа земельного участка составляет около 5 миллионов тенге, а минимальная – чуть больше 80 тысяч тенге. В прошлый раз, ещё в марте на первом аукционе, дела были не лучше. Из 20 объектов купили всего один. Представители палаты предпринимателей говорят, что в шахтерской столице лакомые кусочки распродаются неохотно. Но почему так происходит, сказать, затрудняются. Возможно, сказывается финансовая нестабильность бизнеса в стране, а также большими ставками по кредитам. Аукцион предоставляет это, снижает коррупциогенный фактор, какое-то влияние от других лиц, третьих. Единственное, то, что мы сейчас, над чем работаем, это учащение проведения этих аукционов. Поскольку бизнесу надо развиваться, а то количество, которое они выставляют, не всегда достаточное. И поэтому хотелось бы, чтобы побольше и почаще проводились эти аукционы. Для успешного бизнеса на территории города ещё много земли. И когда состоится следующий аукцион, в палате предпринимателей советуют следить за публикациями в прессе. Николай Кровец, Алжас Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Продолжение следует... К другим новостям. Забота о детях должна быть не только 1 июня. Под таким лозунгом прошла акция доброты в школе-интернате номер 3 нашего города. Сотрудники арт-агентства «Позитив» подарили воспитанникам незабываемое шоу, а также игрушки. Хохот, шум и веселье. Так началась праздничная программа, посвящённая Дню защиты детей в интернате. А как иначе? Ведь к ребятам с ограниченными возможностями приехал «Позитив». Их силами была организована концертная программа, выступления сказочных и необычных персонажей, а также сладкие призы. Дети веселились от души. Красочные танцы детям подарил хореографический ансамбль «Триумф». Также всем раздали мороженое и выпечку, которые тоже, кстати, выделили организации. Директор школы-интерната Эльвира Жамбарбаева поздравила своих воспитанников с этим праздником и поблагодарила своих спонсоров, отметив при этом, что такие мероприятия плодотворно влияют на её малышей и учат их самих доброте. Уважаемые родители и дети, поздравляю вас всех с этим светлым праздником детства. Желаю, чтобы ваши глаза всегда сияли такой же радостью, как сегодня. Самым неожиданным для детей стало появление сказочного пружинстого персонажа. Дети буквально падали со стульев от смеха. Также их очень обрадовали мыльные пузыри. А по словам организаторов, такие акции в школе-интернате будут проводиться постоянно. В нашей области увеличивается количество мошенничества в сфере банковских кредитований. В прошлом году таких дел насчитывалось около 50, в текущем гораздо больше. Ущерб составил более 10 миллионов тенге. Чтобы оградить граждан и работников банковской системы от преступников, сотрудники прокуратуры предложили усилить контроль в данном направлении и уделять больше внимания подготовке менеджеров. Также банкам предложили более тесно работать с правоохранительными органами. Предлагается разработать единую базу данных для внесения в нее сведения сотрудников, подпадающих в группу риска. Сегодня в прокуратуре имени Казабекби собрались не только люди в погонах. Вместе с ними в заседании участвуют представители национального и банков второго уровня. Ведь за последнее время, по словам докладчиков, трех из них – это Евразийский, Каспийский и Хоумкредит – участились случаи мошенничества, то есть кредиты оформляются на подставных лиц или по поддельным документам. Отследить эту цепочку на месте тяжело, говорят специалисты. Несмотря на то, что документы тщательно проверяются, злоумышленники находят лазейки. По нашему банку в месяц, грубо, 10 800 кредитов. Из них 1200 примерно проблемные кредиты. То есть сюда входят и мошеннические эти кредиты, и те люди, которые оказываются платить. Примерно такая же картина в банке Хоумкредит. В связи с этим они даже сократили сумму беззалогового кредитования, а обращения в полицию практически не дают результатов, говорит представитель банка Александр Михайлин. Дела с очевидными фактами и доказательствами в виде фотографий псевдозаемщиков стоят на мертвой точке. «Что заявление подаю в 2014 году, а санкцию на выемку кредитного досья получаю только в 2015 году. Движение все, дело возбудили, приостановили. Это не единичные случаи. Так же и по Михайловске. Получается, следователь просто волокит и занимается. Ничего не делает». Также лица, занимающиеся такими аферами, пользуются утерянными удостоверениями личности. Если бы в банки поступали списки тех, кто потерял свои документы, многих проблем можно было бы избежать, говорят специалисты. По словам работников сферы кредитования, даже задержание граждан, пытающихся провести незаконную операцию, не дают пока результатов. В отношении них полицейские найти доказательств почему-то не могут. На что представители следственных органов ответили встречным предложением о ведении постоянного видеонаблюдения. «Вы не должны терять, вы за эту зарплату получаете, а чтобы их сохранить, вы увидите с предложением. С таким, чтобы каждый кредитный офицер в банковской, который работает». Таким образом, в целях предотвращения преступлений, начальникам службы безопасности банков и правоохранительным органам поручено наладить тесную связь с средствами массовой информации и сотовыми операторами. С их помощью можно заблаговременно предупреждать население о существующих видах мошенничества. Аймамрина Айденжакан Арман Натаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Имамы в мечетях вытягивают билеты и сдают экзамены. В Караганде началась аттестация представителей духовенства и ислама всей области. Проверка их знаний нацелена на выявление отличников службы и отстающих. Ведь от знаний и человеческих качеств зависит будущее нашей страны. Это особенно важно в настоящее время, когда все чаще молодежь уходит в псевдоисламские религиозные течения. Представители 127 мечетей из всех уголков нашего региона за два дня должны сдать экзамены. Как и обычные школьники, имамы не исключение. Отвечать будут по вопросам билетов. Проверить себя и подтвердить свои знания сюда приехал и главный имам Бухаржи Рауского района, Амамбол Каже Мукаев. Он считает, что аттестация на сегодняшний день самое верное средство для профилактики. Вопросы касаются не только религиозных тем, но и, можно сказать, психологических. Имам должен четко знать, как вывести человека из заблуждения и наставить на путь истинный. Ведь население получает знания о исламе в первую очередь от представителей духовенства. Сейчас в обществе много различных религиозных течений, которые прикрываются исламом, при этом действуя в разрез законами шариата. Эта аттестация поможет отсеять тех, кто не соответствует нормам и не владеет глубокими знаниями религии. Такая мера по проверке качества знаний имамов распоряжение председателя Казахстанского управления по делам религии Иржан Кажи Майя Мерова. Экзамены проходят во всех регионах нашей страны. Эта аттестация впервые проводилась два года назад. Самые проблемные области в нашей стране – это южно- и восточно-казахстанские. У них много мечети, но есть нехватка грамотных специалистов, чтобы выявить проблемные участки, и была организована наша проверка. По результатам экзамена имамы будут направляться на учёбу, на многоуровневые семинары и курсы. Всего по республике более двух тысяч мечетей, и нужны хорошие специалисты. Ведь от этого во многом зависит наше будущее. Аймам Рина, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Аман Савболинсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова